ребята всем привет с добрым утром выехал я в очередной рейс на восток сейчас получается я в пирятине все же выехал с пирятина как на лохвы цей кусочек кто ездит может уже давно получается с харьковской трассы сворачивать сюда на ромны это был такой ужасный так его зараз получается ребята связали вот я так понял видно в скором времени должны наложить тут а новый асфальт так что уже таких страшных ямеки оттуда были с километровских и 5 по-моему час 7 десь что ужас все уже все ребята немае вот бачите все воно срисане вот так еду я получается что в меня что я планирую сегодня выгрузить это ромны в ромнах у меня точка в сумах 2 и 5 в харькове я конечно хотел бы ребята скинуть харьков но не знаю что я вчера 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 поехал на ст.о на ст.о на ст.о поменяли мне реактивную тягу и в меня выручился мост потому что у меня был трошечки мост ушел машина вроде бы так знаете трошечки косо ехала стойки стабилизатора заднего я був тоди перебрав еще перед эти я считаю ось поменяли только этот реактивную тягу что ребята новенький асфальтик где колись была можно так сказать ужасная дорога слава богу сделали а то еще маленький кусочек остався им сделать вот все и в основном я вам скажу ребята с дорога отлично ребята так что кто может когда то ездил с киева на ромни через прилуки потому что через пирятин было ужасно так что можете теперь уже спокойно ребята ехать через пирятин дорожка ребята отлично я уже ребята ось доїхав до лохвицы что я десь час времени пришлося вот ось дорога шоу хода на право на объездную границу мне можно по прямой у меня машинка до 10 тонн тут бачите 10 тонн знак стоять через лохвецю я правда на объездную как уходить это уже очень давно я ездил уже не помню сколько год назад я туда ездил а так все время по прямой я не помню если в общем знак грузовому запрещено или всегда он стоим на жомбу я честно говоря ребята не помню по курсу Напишите в комментарии. Вот. Проводка супер. Уже 17 градусов показывает. Было 15, уже 17 стало. Вот. Сейчас, ребята, в Лохвеце. Вот тут, где ремонтируется мост. Вот. Что-то они, правда, долго ее как-то ремонтируют, честно говоря. Побачим, на сколько затянется этот ремонт. Вот. Скоро уже буду в Ромнах. Выгружу одну точку. Вот. И поедем, ребята, на Сумы. У Сумах у меня две точки. Не знаю, уже 20 минут восьмого. Там, вроде бы, товарищ сказал, что ця точка в Ромнах з 9 работа. Ну, я приеду в Ромнах, наберу их, спитаюсь. Как раз здесь часика в 8 будет. Вот. Конечно, было бы лучше, чтобы с 8, как ты сказал, как не я. Как бы час хотя бы выиграл. А так, если что, придется, ребята, до 9 ждать. По-другому, к сожалению, никак. Сейчас вам, ребята, засниму, покажу дорожку. Цю объездную рядом, бля моста. И как, что уже проделано на данном мосту. Видите, такие бетонные плиты лежат. Ну, вроде бы, это слева все. Что я уже на стойке положил эти швелера в бетоне. Наверное, что оно все-таки, ребята, долго тянется. В этом году моста нам, ребята, не бачить. Дай Бог, что в следующем побачить. Вот так, бачьте, ребята. Метром 150 проезд. В этих бетонных плитах. Вот так вот. Все, ребята. Проехали. Сейчас у нас будет пост ГАИ. С правой стороны. Но, честно говоря, их никогда не вижу. Ну, точнее, машины стоят, а самой полиции не видно. Трансбезпека, что я вам не сказал. Сейчас мы увидим, как сейчас будет. Ну, видите то, что я вам не сказал. Что полицейская машина стоит. А полиции, ребята, не видно. Трансбезпека стоит. Трансбезпека стоит. Бусик. Я уже, ребята, выгрузился в Ромнах. Выгрузили ребята быстро. Но, правда, ждал кугалтер, пока документы отметил. Вже заехал в Недригайловский район. Так что, десь через часик, час двадцать, думаю, буду уже в Сумах. Там две точки выгружу. Ну, думаю, десь около двенадцати выгружу из Сум. Но там побачу. Потому что там одна такая точка, что заезд неудобный. В том смысле, что если какая-то машина выгружается, ты как бы не заедешь туда, придется ждать. Но будем надеяться, что приеду и будет все оперативно. Планюю немного Харкова. А, ну да. Хотелось бы Харков сегодня выгрузить. Ну, не знаю, ребята. Там пять точек у меня. Как оно будет. Ось, ребята, еду по новому асфальту. Как раз выезжаю из Недригайлова. Новый асфальт. Начали они ложить. Уже как бы с половины Недригайлова. Кто знает, Недригайлови как бы в центре, возле милиции, есть кольцо. Там, где дорога входе на Терни, на Конотопскую трассу. Вот. И грубо говоря, от этого кольца. Оце новый асфальт. Суми 66. Юнаковка 108. Вот такой весь полностью новый асфальт, ребята. Куда он будет лежать? Посмотрим. Но дорожка, видите, все так розчищено. Но правда, что, видите, нет обочины. С той стороны вроде бы сделали. Кто ее знает, может из этой стороны будете делать обочину. С той стороны, видите, сделана обочина. Вот. А с этой стороны вот так вот. Такий вот асфальт, ребята. Видите, получается, сейчас село Ревы. Как раз, наверное, тут наконец снова асфальта будет. Как раз техника все работает. Обочину что-то рыют. Вот. Это село Ревы. Асфальт, ребята, ложат качественно. Действительно, что никакого колебания, вибрации и тому подобного. Ребят на совесть. Приятно смотреться. Выезжаю я, ребята, из Сум. Выгрузился. Вроде бы начали навігаться. Ничего не показали, что как перемен дороги, то там моста. Как на Афтирку ехать. Я поехал. А там все, капец. Разворот обратно. Полчаса времени только потерял. Пока туда поехали, а назад. Там до завода. Забыл, как он называется. С правой стороны завода. Пол почти полностью. Новый асфальт там лежит по-харьковски. Вот. А то бедно, ребята, что только проехал туда. А навігация не показывала, что ну. Так всегда показывала. Там, ну, кирпичики нарисованы. Знаки-то стояли, как бы, ну. Ну, навігация. Дивюсь, показываю. Думаю, мало ли, может, думаю, уже сделали. А воно не тут-то было. И, короче, ребята, вернемся назад. Ну, как же, вернувся я назад. Сейчас теперь едем. Ось. Аграрный проезжает универ. С правой стороны там. Это какое-то военное училище, или академия, какая-то военная слева. Или армия. Что-то такое военное. Вот. Харьковская перекрыта от проспекта Лужпы. Куда в сторону центра. Новый асфальт лежит. Полностью перекрыта. Вот такие вот дела, ребята. Ребята, это я сейчас еду в Боромле. Доезжаю до Тростенця. Дорога. Дорога, ребята, просто ужасная. Ян не маю, но все-таки в горбах латки. Ты едешь в 40-50. Больше ехать нереально. Машину фут-трясе. И вообще. Видите, что это за дорога? Это ужас. Я уже не знаю, как уже до Ахтирки ехать. До Ахтирки ехать. До Ахтирки ехать, то будет такая дорога. Видите, смотрите. О, это оно. Тут надо один день до Харькова ехать по такой дороге. Цих 200 км, сейчас сколько там до Харькова. Так надо день ехать. Так что, кто будет ехать, запасайтесь нервами, силами. Дорога ужасная. Из Сум до Ахтирки. Только что ребята ехали в Климентово. Уже запустили все мосты. То как раз попал на фотошоп. Все рабочие, которые, видно, сделали этот мост. Фото делалось. Как раз дорогу перекрыли. Вот полицейские. Они фотографировались. Камеры. Побачим, сколько он простоит мост. Это как раз только проехал. А то, я думаю, может быть какая-то забастовка, что, видимо, среди дороги стоят. А не, воно. Сфоткались, там видео какое-то снимали. Может, как ты сказал, по телевизору покажут. Как раз, я думаю, попал в кадр. Все, ребята, я уже в Харькове. Все, ребята, я уже в Харькове. Вже, наверное, где-то как час. Выгрузился на точки. Четыре точки уже получается на завтра. Десь буду сейчас шукать стоянку, куда ехать на стоянку, куда отдыхать. Вот. И завтрашнего дня начнем развозить. Завтра, получается, планирую развести четыре точки в Харькове. Чугуев. А, Днібродзержинск уже, получается, піде на... Это у нас сегодня вторник. Завтра на четверг. Уже на четверг буду. Да. Там далеко переезжать, как бы я, ну, я никак не успею. Так что за завтра мы сделаем Харьков четыре точки и Чугуево. И оттуда поедем на Днібродзержинск. А на сегодня наш рейс окончен. Всем приятного просмотра, кто будет смотреться. Не переключайтесь. Дальше буду снимать дальнейшую свою поездку. Спасибо. Спасибо.